Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я нахожусь сейчас на балконе гостиницы в Иерусалиме, а за моей спиной находятся гора Скопус и Елеонская гора. Как вы знаете, мы приезжаем сюда каждый год, чтобы снимать отсюда нашу программу. И сегодня у меня для вас очень важное послание. Оно касается пророческого времени Бога для мировых лидеров. Это будет очень интересная программа. Мы покажем вам много иллюстраций, приведем много цитат. Как я сказал нашему продюсеру, это будет документальная передача. Сейчас я обращусь к истории, которую мало кто слышал, но это действительно один из моментов истории Израиля. Однажды было предсказано, что к власти придет один человек, и его имя будет Александр. В книге Даниила он изображен символически в виде великого козла, заметным рогом меж глаз, которого увидел Даниил. Александр Македонский победил медийцев и персов, а после этого послал письмо первосвященнику Иерусалима по имени Ядуа и попросил его о помощи. И тогда первосвященник Иерусалима ответил Александру, что он поддерживал Дария Медянина и персидского императора. Получив такой ответ, Александр решил пойти в Иерусалим и убить этого первосвященника и всех, кто был с ним связан. Когда же первосвященник Иерусалима узнал, что к нему направляется Александр, он очень испугался. После этого он стал видеть Бога в своих молитвах. Но в ту ночь Александр увидел сон, в котором был этот самый первосвященник в своих одеждах, а все левиты были одеты в белое, и они вышли встретить Александра. Что интересно, когда Александр вошел в Иерусалим, его действительно встретил первосвященник левиты, одетый в белое. Увидев это, Александр поклонился первосвященнику и не стал убивать его. Его воины стали спрашивать его, зачем ты кланяешься этому человеку, ведь ты властелин мира. И сейчас я процитирую вам, что ответил им Александр. Он сказал, этого старца мне уже раз привелось видеть в таком убранстве во сне в македонском городе Дии. И когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через гелеспонд. При этом он обещал мне лично быть руководителем моего похода и предоставить мне власть над персами. И так он увидел первосвященника во сне, а также увидел важность всего, что делал этот первосвященник. Бог же сказал первосвященнику во сне надеть свои одежды, а священникам сказать одеться в белый и пойти встречать Александра. Прежде они никогда не встречались. Как видите, эта история становится все более интригующей. Когда первосвященник встретился с Александром здесь, в Иерусалиме, первосвященник сходил за свитком Даниила и начал читать пророчества о великом козле, который завладеет миром и победит медийцев и персов. Иосиф Лавий в своих иудейских древностях описывает этот исторический момент. Он пишет, когда же ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что это предсказание касается его самого. Он освободил их на седьмой год от платежа податей, а также предоставил евреям в медиаперсии право жить по своим законам. А вот отличный пример того, как библейское пророчество повлияло на мирового лидера. А вот еще один пример того, как библейское пророчество повлияло на мирового лидера. Об этой истории слышало еще меньше людей. Я никогда не слышал, чтобы священники упоминали о ней на проповедях. Эта история касается Наполеона. Французская революция, которая произошла в 1789 году и продолжалась до 1990 года, привела к тому, что к власти пришел Наполеон Бонапарт. Когда Наполеон оказался у власти, он создал на территории страны новую империю. Он отказался от идеи монархии и создал государство, которое мы называем Французской республикой. Наполеон очень интересен нам, потому что некоторые из членов его семьи отличались тем, что хорошо знали Библию. Например, один из его родственников был священником, понимавшим библейские слова. А еще Наполеон хорошо относился к еврейскому народу. За много лет до этого появилась Испанская инквизиция, и евреев прогнали с территории Испании. Наполеон хорошо знал Писание. Его дядя научил его понимать библейские предсказания, и он понимал, что было сказано в Библии касательно еврейского народа. А еще Наполеон понимал, как евреям важна была их родная земля, Палестинец. Он понял это потому, что говорили пророки Ветхого Завета. Но они сказали еще одну важную вещь. Вы можете прочесть об этом в Библии. Они сказали, что когда Иерусалим снова станет столицей Израиля, это будет знамением скорого возвращения Мессии. В 101-м псалме сказано, что Господь воздвигнет Сион и явится Сам во славе Своей. Поэтому Наполеон обеспечил свободное исповедание всех религий и провозгласил Францию еврейским государством. Не знаю, слышали вы об этом или нет. Затем он решил совершить военный маневр в Палестину и добраться до Иерусалима. Поверьте, тогда этот город выглядел совсем по-другому. Он был опустошен, хотя стены города были и тогда. С 1517 года городом владели турки. И, кстати, они владели им вплоть до 1917 года. Наполеон же хотел объявить Иерусалим столицей Израиля. Евреи в те времена жили в гетто. Им приходилось носить отличительный знак «желтую звезду». Он хотел вывезти их из гетто и разрешить им жить, где они хотят. Я приведу вам одну цитату об этих событиях. В 1799 году французские войска приблизились к городу Акка. Сейчас это город на территории Израиля. Он находится на побережье. И Наполеон постановил сделать Палестину независимым еврейским государством. Он хотел после отправиться в Иерусалим и сделать это объявление оттуда, но англичане остановили его. Ему так и не удалось взять Акка. И только через 150 лет Израиль стал государством. Многие стали считать Наполеона предшественником движения, которое впоследствии назвали сионистским. Дядей Наполеона был кардинал Феш. И вот что он однажды сказал. «Сир, так обращались к Наполеону. А вы что, хотите, чтобы из-за ваших законов, приравнивающих евреев и католиков, произошел конец света? Разве вы не знаете, что в Священном Писании предсказано, что конец света произойдет, когда евреи будут признаны отдельным народом? Наполеон, по всей видимости, хотел сделать Францию еврейским государством, но этого не произошло, или хотя бы основать еврейское государство на территории Палестины? Но поскольку он проиграл ряд битв и не смог до сюда добраться, ему не удалось это осуществить. Но лично я считаю, что это произошло потому, что это предсказание Ветхого Завета относилось к другому времени. Еще одно предсказание сделал Исаия. Я хочу сказать, что библейские пророки были людьми, исполненными Святого Духа благодаря Господу, и поэтому сказанное имя обязательно осуществляется. Вот что сказано в книге Исаии. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родился, но в своих? В книге Исаии сказано, что страна не возникает в один день. Под этой страной имеется в виду израильский народ. И в конце концов произойдет то, что предсказали библейские люди. Мы называем это современным возрождением Израиля. Несколько британцев, а именно проповедников, бывшими британцами, поспособствовали тому, что лидеры их страны прислушались к библейским словам. Сегодня над этим шутят. Сегодня над этим смеются. Левые радикалы в США ничего не знают о Боге. Они говорят вам обратное, но ничего не знают о Христе. Они ничего не знают ни о Библии, ни о библейских словах. Они смеются над знаком зверя, которым будет помечен Антихрист. Они смеются над битвой Армагеддона. Но послушайте, Бог верен, а всякий мужчина и всякая женщина лживы. Божьи слова осуществятся. Верите вы в них или нет, они сбудутся. Так сказал Бог, и так будет независимо от того, верите вы в это или нет. Просто поверьте моим словам. В 1896 году еврейский общественный деятель по имени Теодор Герцель написал книгу «Еврейское государство». Она была переведена на английский язык и вызвала огромную бурю касательно прав евреев на их родную землю. Книга предсказывала, что скоро в мире распространятся идеи сионизма и стала манифестом о возрождении народа израильского на земле, известной во времена владычества римлян как Палестина. Он организовал движение, которое продолжило существовать даже после его смерти. И в 1898 году он предсказал, что через 50 лет еврейский народ снова будет жить на этой земле. В этой истории есть связь с Британией. Вышла книга под названием «Свет последних дней». Пастора, написавшего ее, звали доктор Гиннес. Он написал в своей книге, что в 1917 году язычники потеряют контроль над Иерусалимом. Обратите внимание на этот факт. Он написал, что язычники потеряют свою власть и контроль над Иерусалимом в 1917 году. Это относилось к туркам, которые тогда управляли Палестиной и частью Египта, а границы их империи простирались до Сирии и Ливана. Доктор Гиннес взял эти цифры из книги Даниила. Он понял, что это год, когда это сбудется. Он провел с ними ряд математических операций и перевел этот год в языческое летоисчисление. Это очень занимательно, но у нас нет сейчас времени углубляться в такие подробности. Итак, я повторю. Это был пастор, написавший книгу, в которой он предсказал, что язычники потеряют свою власть над Палестиной и Иерусалимом в 1917 году. Этот пастор был очень близким другом тогдашнего министра иностранных дел Артура Джеймса Бальфура. Почему же это так важно? Да потому что после того, как началась Первая мировая война, а это произошло в 1914 году, британские войска выдвинулись в Палестину через Египет. Во время войны химик еврейского происхождения Хайм Вейцман помог британцам наладить новую систему производства ацетона. Это было очень важное вещество для производства боеприпасов. Без этого вещества британцы бы проиграли в этой войне. Во время войны Вейцман заслужил одобрение британского правительства и попросил министра иностранных дел Артура Джеймса Бальфура связаться с лордом Ротшильдом, богатым английским финансистом, чтобы тот узаконил декларации еврейских поселений в Палестине. Это очень много информации. Сейчас я дам вам ее переварить. Пастор, написавший книгу «Свет последних дней», был хорошим другом лорда Бальфура. Он издал декларацию Бальфура, возвращавшую евреям права на Палестину. Она началась с таких слов. «Уважаемый лорд Ротшильд, имею честь передать вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие с ионистским устремлением евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобренную». Далее Бальфур писал о том, что правительство с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. Я не буду читать эту декларацию целиком, потому что нам важно именно это. Итак, этот пастор повлиял на британского лидера, у которого был друг еврейского происхождения, помогшей Британии, производить вещества, которые стали использоваться вместо пороха. А еще этот человек хотел, чтобы еврейскому народу вернули его родные земли. Поэтому лорд Бальфур издал эту декларацию. Это известный факт. Эта декларация давала израильскому народу права на Палестину. Но все дело в том, что это было опять не то время, о котором говорилось в пророчестве. Ведь произошло это только в 1948 году. Но сейчас я расскажу вам еще один интересный факт. Был один генерал по имени Эдмунд Аленби, получивший прозвище «Бык». Генерал Аленби должен был отбить Иерусалим у турков. Турки владели Иерусалимом с 1517 года. Кстати, большинство крепостных стен Иерусалима были заново возведены именно турками. Аленби собирался получить контроль над городом без особых кровопролитий. И вот что самое интересное. Джон Хилтон все времена был механиком британского королевского летного корпуса. В июне 1917 года он сидел на скамье в церкви и слушал пастора, служившего за кафедрой. Этот священник обратился к пророчеству из 31 главы Исаии и сказал, что Иерусалим будет освобожден при помощи нового изобретения под названием аэроплан. Аэроплан был изобретен братьями Райт. Впоследствии военные стали модернизировать это изобретение. Разумеется, тогдашние аэропланы не были похожи на сегодняшние самолеты. Летательные аппараты тех дней назывались аэропланы. Тот пастор, стоя за кафедрой, прочитал следующие слова из Библии. «Как лев, как скимен, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит». Так Господь Саваоф сойдет, сразится за гору Сион и за холм его. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Здесь упомянутый лев из Кимен, то есть молодой лев, а эмблемой Британии и Англии был лев. А еще тут сказано, что Господь принесет спасение в горе Сион, пролетев над ней, как птица. А тот пастор увидел в этом предсказании о том, что Британия воспользуется аэропланами и полетит в Иерусалим, и именно так он и будет освобожден. Джон Хилтон был тогда механиком. Он услышал это послание, и оно вдохновило его. Генерал Аленби связался с Лондоном и попросил совета, как взять контроль над Иерусалимом. Он не хотел кровопролитий. Он не хотел битвы с турками. И тогда Хилтон процитировал сказанное в книге Исаием и сказал, что Бог спасет Израиль, пролетев над ним, как птица, и для этого будут нужны аэропланы. Они пришли к решению напечаток листовки. Жаль, у меня нет фото этой листовки. Наверняка хоть одна из них досталась. Тогда, в 17-м году, они напечатали эти листовки на турецком языке. В них они требовали от турков сдать Иерусалим. Эти листовки были подписаны именем Аленби. И вот эти аэропланы пролетели над Иерусалимом и сбросили листовки, и турки прочитали их. Но вместо имени Аленби они прочитали Аллах Наби. Аллах — это имя Бога, которому поклоняются мусульмане, а турки — это мусульманский народ. А Наби значит пророк. То есть они прочитали это, как пророк Аллаха. А теперь еще одна интересная деталь. Был один мусульманский поэт. Этот поэт жил в 10-м веке. Его звали Ибн Касри. Однажды он написал, «Человек, который покорит Иерусалим и избавит его от неверных, на все времена смиренно войдет в священный город, и его имя будет Божий пророк». Они прочитали имя Аленби, как Аллах Наби, то есть Божий пророк. Поэт 10-го века предсказал, что город будет освобожден от неверных. Разумеется, для них это звучало странно, но они увидели слова «Божий пророк», а еще, согласно одной легенде, турки считали, что они не сдадут Иерусалим, пока воды Нила не хлынут в город, и это было практически невозможно, ведь Нил находится в нескольких часах езды отсюда. Но британцы проложили в пустыню трубу, которая доставляла воду из Нила бойцам и их коням. И вот, дорогие дамы и господа, турки знали, что эта вода поступает из Нила. Теперь вы понимаете, как это стало возможно. Когда самолеты Аленби пролетели над Иерусалимом, турки сдали город без единого выстрела. У меня есть только фотография, на которой Аленби едет по Иерусалиму на белом коне. Но говорят, что он слез с коня и действительно вошел в город, потому что в Откровении сказано, что однажды Христос вернется на белом коне. Но я хочу вас вернуть туда, откуда мы начали. Все это произошло, потому что один пастор прочитал слова, которые дошли до лидеров его страны. И вот что еще. Джеральдин Гиннес Тейлор была родственницей пастора, написавшего книгу «Свет последних дней». Однажды она открыла Библию и прочла своему племяннику следующие слова. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, и возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». И вот еще одна важная вещь. Умирая, она сказала своим сыновьям, что они увидят эти слова из Библии о том, что вернет свой народ назад. В Библии Генри Гиннеса в книге Иезекииля была записана совсем другая дата. Согласно ей, это произойдет в 1948 году. Генри Гиннес был пророком и написал этот год в своей Библии. Он знал год, когда Израиль вернется на свою законную территорию. Мне кажется, что это просто удивительно. А еще мне кажется, что Бог не случайно выбрал 1948 год, чтобы вернуть свой народ домой и возродить его землю. Ведь Израиль — это не просто еврейское государство. Израиль — это страна, открытая для всех, кто обратился к Богу и стал верующим. Именно отсюда наш Мессия будет править нами. Люди со всех стран приезжают сюда во славе Господа. Иисус вернется именно сюда, чтобы править нами одну тысячу лет. А еще я хочу сказать вам, что если вы обратитесь к Адаму, а затем добавите два года избытия после Великого потопа, вы перейдете к рождению Авраама. И это 1948 лет. А если вы обратитесь к Иисусу, то именно столько лет прошло с его рождения до возрождения Израиля. Обычно, когда люди говорят об Израиле, они говорят о политике. Мы же говорим о нем с библейской точки зрения. Мы говорим о нем то, что сказано в Библии. И в будущем нас ожидает осуществление всех пророчеств, записанных в Слове Божьем. А вот как удивительно творится история. Сегодня мы узнали новые факты об Александре Македонском, о Великом Наполеоне и других людях. Но мы еще не закончили. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, и я расскажу вам о наших новостях. Скоро я вернусь к вам. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний и живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченные жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служители за обсуждение давно прощенных грехов своей жены, как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжесвидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — как простить в экстремальных случаях. Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощения. Вам нужно это знать. К книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» в сборник «Ключи к молитве заблудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Я нисколько не сомневаюсь, что это самое важное за всю историю фестиваля Манны предложение для вас и ваших детей, которые ушли от Бога. Люди говорили мне, что прочли эту книгу четыре или пять раз, чтобы усвоить все истины. Вам тоже нужно ее прочесть. Спасибо, что помогаете фестивалю Манны оставаться в эфире. Теперь расскажу о наших поездках. Джексонвиль, Флориды, с 24 по 26 января. Евангельская ассамблея Бога. Затем мы едем на Гавайи. С 9 по 12 февраля собор царя в Мауи, а затем посетим Гонолулу. С 14 по 16 февраля собор царя на Востоке. Если вы живете на Гавайях, это мой первый приезд туда за последние 15 лет. Не забывайте о наших фестивалях воинов, на которые уже можно зарегистрироваться. Мы с предвкушением ожидаем эти молодежные встречи в конце марта. С 23 апреля пройдет пророческий саммит. Это бесплатно. Регистрация нужна нам для уверенности, что всем желающим хватит места. Недавно мы вернулись из Израиля, где поставили новый рекорд и записали 42 выпуска фестиваля Манны. Это новые программы из 20 новых мест, которые мы никогда раньше не показывали. Они начнут выходить в эфир с 1 марта. Между делом, мы заканчиваем работу над 8 программами, которые были записаны в Израиле еще раньше. В следующие 12 месяцев вы увидите совершенно новые программы оттуда. Во время туров у нас часто звучит шутка. Это новая программа, потому что у меня новая рубашка. Всему вино YouTube. Видя множество заставок, на которых я одет в одну и ту же рубашку, люди думают, что это повтор программы. Поскольку в Израиле очень много мест для съемок, все, что вы увидите, начиная с марта, это совершенно новые программы. Также хочу сообщить, что мы собираемся запустить в эфир всемирное молитвенное собрание. Мы соорудили новую современную студию в здании Международного Центра Омега. И каждый четверг будем транслировать прямой молитвенный эфир. Ваши молитвенные просьбы будут показываться на экранах. На это собрание приходит около 150 человек. В течение часа они будут молиться за ваши просьбы. Присоединяйтесь к этой всемирной молитве каждый четверг в прямом эфире. Вы можете смотреть его из любой точки мира. Единственный нюанс — разница во времени. В разных странах эфир идет в разное время. Но есть люди, которые встаются в 2-3 часа ночи, чтобы к нам присоединиться в прямом эфире. Спасибо вам за это. Мы верим, что молитва все изменит. Недавно наше служение подверглось сильной атаке. Мы все уверены, что причина именно во всемирной молитве. Сатана ненавидит молитвы, потому что молитва приносят исцеление, освобождение, спасение и крещение Духом Святым. Молитвы принесут пробуждение на землю каждому человеку. Но, несмотря на атаки, мы не сдадимся. Спасибо нашим партнерам, спасибо, что молитесь за нас даже в дороге и не забывайте упоминать нас перед Богом. Постарайтесь побывать на наших важных собраниях в Южной Дакоте и Монтане в этом году. Спасибо.